Мы с Таджикистаном союзники в рамках договора о коллективной безопасности. У нас там военные базы есть. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу. Ситуация рассматривалась затем по итогам этой поездки на заседании постоянного совета. Президент Путин в последние дни общался подробно по телефону с лидерами Таджикистана и Узбекистана, в том числе и прежде всего на эту тему. Так что мы, конечно же, свои обязательства будем выполнять. Но тут кто-то спрашивал, где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан. Я считаю, что это, по-моему, ответ очевиден. Усиливается угроза террористических нападений. Талибы ведут себя более воинственно, потому что договоренность, которая была, она предполагала сформирование переходной власти, которая потом будет готовить уже условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Ну, то есть получается, что и они, и американцы, уходя оттуда, ну, как бы оставляют всю ситуацию для решения силовым путем. И она ситуация усугубляется тем, что помимо талибов, которые всеми признаются как часть афганского общества, вот в результате вот этих вот пробуксовок с политическим процессом, и в результате вызванных этими пробуксовками, возобновлением боевых действий, там образуются ниши, куда втягиваются боевики уже не талибов, а исламского государства. Статистика говорит о том, что 300 тысяч военнослужащих на службе афганского правительства, талибов раза в три, в четыре меньше, но тем не менее результат вы видите какой. Мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос, и не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны, но и просто потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории. Продолжение следует...